Приветствую вас, дорогие. Как мне кажется, проблема заключается в том, что вы написали в своем дополнении, где пишете, что мне сложно скрыть свое превосходство. У меня два высших образования, у него там с трудом окончены 8 классов. У меня есть деньги, у него с финансами проблема. Понимаете, если вы называете это превосходством своим над ним, то человек это чувствует. Да, возможно, он просто эмоционально чувствительен в большей степени, и он чувствует, что вы как бы воспринимаете себя превосходящей его. И, соответственно, надо пытаться с вами бороться. То есть борьба это всегда агрессия, агрессия это всегда защита. Защита всегда возникает, когда человек чувствует угрозу. Без угрозы не было бы защиты. И я как специалист вижу с вашей стороны угрозу в том, что вы видите свое превосходство над ним в образовании и в деньгах. Хотя вы говорите о том, что в спорте это не главное все такое, но это очень похоже больше на рационализацию, да, ну не на действительное положение вещей. А действительное положение вещей заключается в том, что вы чувствуете себя превосходящей его. И так иначе это влияет на ваше поведение, что и считывает мужчины, начиная от вас защищаться. Следующий важный момент. Вы в своем последнем дополнении пишете о том, что встречаете по работе, а не по спорту, сильных мужчин. И они с вами не борются. На мой взгляд это достаточно важный момент, потому что вы не можете встречать мужчин, вы можете встречать людей. Если вы видите в людях мужчин и называете людей мужчинами, то вы делаете акцент на мужчинах. Если вы делаете акцент на мужчинах, значит это вам для чего-то важно. А значит именно мужскую составляющую, то есть гендерную половую, вы выдвигаете на более важное место, чем оно того заслуживает. И конечно детки можете сказать, что это не так. И я не буду с вами спорить. Более того, я не могу с вами спорить. Вы можете мне просто не просто не ответить. Но как психолог я вижу проблему в этом. Вот эти два момента. Первое, это то, что вы чувствуете своя превосходство мужчиной, это считывает и агрессирует на вас. Второе, это собственно то, что для вас он мужчина. То есть вы выделяете в людях мужского пола мужчин, собственно пол, гендер, а он, как ни страшно, выделяете в женщин. Вот собственно то, что говорит мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович, по поводу того, что в поведении другого человека по отношению к вам, это одергаливание вас самой. Интересно, что отвечая на сообщение Кудрячева Игоря Леонидовича, вы затрагиваете в тему только я в сообщении. Но не говорите о первой его части. Первая часть гораздо более важна, что стоит от сомнений в ваше намерение ситуацию разрешить. Как сделать так, чтобы мужчина с вами не боролся, спрашиваете вы. Собственно представьте, что это своя превосходство. Для этого вам необходимо отказаться от идеи, что вы его превосходите в чем-то. Именно на чистом уровне. Вам необходимо принять, что вы это вы, а он это он. И что он ничуть не хуже вам. Избранно то, что у него нет двух образований, нет денег и так далее. Не чувствовать свое превосходство и быть ветошью, как вы говорите, не одно и то же. Быть ветошью значит быть очень неуверенной в себе. Быть ветошью значит быть инертной, вручаемой, неуверенной в себе. Это немножко не то же самое, что то, о чем я говорю. А если честно, то совсем не то же самое. Вот в принципе то, что можно вам сказать. По проблеме, которую вы описываете. Получается так, что вы сами в чем-то противопоставляете себя мужчинам. На бесконечном уровне. И вот как бы с менее чувствительными мужчинами у вас получается взаимодействовать нормально. С более уверенными в себе мужчинами. С теми, у кого эмоциональный интеллект ниже. У вас получается нормально взаимодействовать, потому что у вас достаточно сильная рационализация. Но с более чувствительными не получается. С более чувствительными мужчины чувствуют, что все-таки вы превосходите их и вероятно пытаетесь подавить. Еще раз. Еще раз. Агрессия. Это следствие угрозы. Следствие угрозы. Агрессия это защита. Простите. Это защита. Защита это следствие угрозы. Угроза для мужчины является своей. Причина находится исключительно в вашем поведении. Эту причину я вам озвучил. Возможно есть другие возможности. Но пока что, что выглядит так. И если вы хотите на ситуацию разрешить, действительно сработать именно с этим. Из ваших сообщений сложилось такое впечатление, что вы не хотите брать ответственность на себя за то, что мужчина так себя ведет. Вам удобнее или приятнее представлять все так, что вот есть сложный человек, но очень сильно вам нужно, с которым вам нужно построить отношения. И вы просите у психологов подобрать к нему ключик. Выступая при этом в такой целеустремленный, но все же жертвый. Нет, я не говорю, что вам нравится быть жертвый. Это я уже понял. Я говорю про другого. Что вы хотите нам доказать, что со мной все в порядке. У меня все хорошо. Этот мужчина прибраться что-то не в порядке. И вот я должна пытаться найти к нему ключик. Нет, так не работает. Будь человек действительно болен, бы не был в спорте. Вы можете сказать, ну а как же тогда, что он не сходится в, ну не сходится профессионально со своими партнершами, с которыми он работает. Здесь я вам отвечу так. Человек ваш партнер. Не верил себе. Это правда. Он не верил себе. У него повышенный эмоциональный интеллект. Точнее, у него повышенный чувствительность. Не эмоциональный интеллект, а чувствительный. Повышенный. И, скорее всего, любое партнерство, он будет воспринимать как угрозу. Именно партнерство. Вы можете сказать, ну а в чем-то тогда моя ответственность, если он любое партнерство будет воспринимать все-таки, не права ли я, задавая такой вопрос. Отчасти, я с вами соглашусь, соглашусь. Но, есть в нем нюанс. Дело в том, что это ваша проблема. То есть, вашей проблемой является тот факт, что вы хотите наладить отношения с человеком. И вашей проблемой является тот факт, что вам нужно с ним взаимодействовать дальше. И, если вы эту проблему хотите решить, то вам потребуется изменить свое поведение. Которое, в принципе, является деструктивным. Которое, в принципе, является компенсационным. Вопрос только в том, согласитесь с этим или нет. Согласитесь, сможете что-то исправить. Ситуация изменится к лучшему. Большему количеству людей будет с вами приятно общаться. Не согласитесь, будете мучиться. Потому что универсального ключика, или такого ключика, который приходил бы только этому человеку, вашему партнеру, нет. Его не существует. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация разрешит, чтобы сможете найти из него адекватный для себя выход. Девочки, я умрею Website, которые помогли вам надевать. Все конечно, он может рекомендовать. Помогите特別 запас. Есть ответы на aprop2. Может быть, что появится в том, прав�е. freiheit.